Объясните, каковы общие признаки типа кишечно-полостной? Первое. Имеется кишечная полость. Соответственно, вот здесь вот, да, в центре. Второе. Я сейчас это покажу. Имеются два слоя клеток. Вот это будет один слой. Я его не показал сразу. И вот второй слой. Наружний слой — эктодерма, внутренний слой — энтодерма. А это уже кишечная полость. То есть два слоя клеток. Ну, сразу скажу вот про слои клеток. У них нет никаких ни тканей. Ну, как сказать, одна ткань есть, но в основном ткани нет. Сейчас про одну ткань я скажу. Но тканей нет, у органов нет в основном. То есть, смотрите, кишечная полость. Второе. Два слоя клеток – эктодерма, энтодерма. Третье. Имеются нервная система и нервная ткань. Вот я сказал, что тканей нет. Вот это исключение. Нервная ткань есть, и нервная система есть. Причём диффузного типа. Я вот сейчас показать могу вот так. Что такое диффузного типа? Вот смотрите, вот нервная клетка, у неё такие звёздочки. И она соединяется с другой вот такими звёздчатыми отростками. Ну, в общем, видите, они соединяются друг с другом. Но в том-то всё и дело, что клетки по одной разбросаны в эктодерме, в наружном слое. Они не связаны, в группы не собраны. Они, видите, рассеяны по одной. И такая нервная система, вы прямо пишете в ЕГЭ, не просто нервная система имеется, а вы пишете, нервная система диффузного типа. Диффузная — это вот такая вот рассеянная. Вообще сейчас на Земле, знаете, сколько нервных систем всего? Существует видов две. Две главных на планете у живых существ. Сейчас нервная система. Первая — это вот эта вот. У них только лишь кишечно-полосная диффузного типа. Вторая называется узловая. Узловая — это уже у всех других. Мы будем изучать. Их там бывают узловые уже разные виды, правда. Но узловая — это когда в группы собраны. Там всё более усложняется. А третье свойство в типе кишечно-полосных, в котором вы веган, четвёртое, вернее. Да, то четвёртое надо писать уже. У нас многие три пишут, а одно пропускают. Вообще тенденция на то, что всегда один балл теряется почти во всех вопросах второй части. Я уже это заметил. Но, знаете, я вам так хочу сказать. Вы должны менять стратегию. Если вы понимаете, что вы плохо контрольно написали мою, значит, увеличивайте время своей подготовки. Либо берите, изменяйте стратегию свою. Возможно, вы не посмотрели видео или аудио не прослушали. Многие видео не успевают посмотреть. Я тут всё записываю и выкладываю потом. Но видео надо смотреть и аудио. Это сильно повысит контрольные результаты. Ну и тесты все надо сделать. То есть у всего есть структура. Любой провал имеет причины. Да, как бы. Возможно, надо стратегию совершенствовать. Дальше. А что я тут хочу сказать? А, да. И последний пункт. Какой тут надо? У кишечно-полосных имеются два, две жизненных формы. Что такое жизненная форма? У растений жизненные формы были, например, дерево, кустарник, трава. Это всё жизненная форма. Например, это такая упаковка, упаковка, в которой существует организм. Например, рябина, она может существовать в виде дерева, когда у неё единый ствол есть. И ещё она может существовать в виде кустарника, когда она в виде кустарника, у неё несколько стволиков маленьких. Вот вам жизненная форма. Оказалось, у животных тоже есть жизненная форма. У некоторых типов животных, не у всех. Ну и у растений тоже не у всех, правда. Тут у цветковых вот такой выделяем. В общем-то, у мухов, например, не бывает деревьев тоже, да. А тут вот это перед вами нарисовано. Первая форма называется полип. Полип ведёт прикреплённый образ жизни. Видите, у неё есть здесь вот подошва, она прикрепляется. Но есть вторая жизненная форма – медуза. Это уже подвижная жизненная форма. В общем-то, в этом отличие. Ну, кстати, даже и полип. Если вы возьмёте полип, его оторвёте, он вообще в целом прикреплённый, неподвижный. Ну, могут и двигаться немножко. Если вы его оторвёте, сплюсните, перевернёте, уже будет похож на медузу. То есть они как бы взаимно переходят, можно так сказать. У некоторых кишечно-полностных, они прямо в едином цикле могут переходить друг друга. А можно медузу вытянуть, перевернуть, и уже получим вот такой вариант жизненной формы. Продолжение следует...